Из дома он может сразу попадать на свое рабочее место, не выходя вообще на улицу. Пока это только макеты, но через 100 лет, по мнению специалистов, города будут выглядеть именно так. Одна из главных тенденций, о которой говорят, человек хочет тратить как можно меньше времени на переезды из точки А в точку Б. Максимально-максимально быстро перемещаться в пространстве. Здесь все, здесь предусмотрена технология Hyperloop, например, которая могла бы позволить из Казани до Москвы добираться за 40 минут. Увидеть же современную реальность можно на экране компьютера. Уже сейчас почти все архитектурные чертежи создаются в 3D-формате. Это позволяет избежать многих ошибок уже на стадии проектирования. Обнаружили коллизию. Стоп. Вот она. То есть пересечка получается в этот же момент. Производится изменение на компьютере. Меняется все в проекте, меняется в 3D-модель одновременно. Вопрос, который интересует всех. Останется ли в городах будущего место для людей? Ну вот в этом вопросе мнение специалистов однозначно. Если не создавать в городе общественных пространств, то и люди туда жить просто не поедут. Кстати, Казань с ее большой программой обустройства парков, скверов и водоохранных зон находится, что называется, в тренде. Население на самом деле очень позитивно отзывается о тех изменениях, которые набережные сделали, парк сделали. Кроме того, Рустава Мениханова заинтересовал вопрос сохранения исторической застройки. Эту тему он обсудил с главным архитектором Санкт-Петербурга, где, как известно, весь центр является объектом наследия ЮНЕСКО. А реставрация, она просто сумасшедшая линия, и функционально ее использовать невозможно. Те предушки, которые были, может быть, какие-то ослабления делать, я не знаю. Например, мы прописали в последней редакции правил, что не надо делать парковки в исторических зданиях, если они реконструируются под какую-либо общественную функцию. Ну, потому что очевидно, что в старом доме, если нужно сделать 2-3 парковочных места, ну, не разбивать же ради этого вообще весь первый этаж. В целом, как отметили участники, архитектурных и дизайнерских идей у них великое множество, и каждую из них они готовы воплощать в жизнь. Андрей Шульга, Дмитрий Рыженко, Телеканал ФИР.